Всем привет и позитиво! На связи пенбольный клуб Скорпион. На просторах интернетов мы наткнулись вот на такую игровую площадку, где-то находится в Европе, даже не знаем где. Но факт в том, что это так понять по книге Black Hawk Down, по Денье Черной Ястреба, или по фильму Black Hawk Down, и решили по очертаниям этой площадки построить себе тоже игровую площадку. Только сразу решили уйти от дерева, потому что это не очень практично, и решили сделать из кирпича. Для этого мы приобрели вот такой вот девайс, ручной кирпичик-укладчик-кладчик, короче, производитель кирпичей. Закупили вот такую вот большую машину, 40 тонн щебня. Все это благодаря одному человеку, он нам очень сильно помог, Олег Тебе. Большое спасибо. И что? Решили, что мы эту всю игровую площадку за лето забахаем. Но по факту жизнь вложила свои коррективы, и мы начали осваивать эту кучу, осваивать данный девайс. Бетонная мешалка была под это приобретена. Опять же спасибо Олегу. И вот таким вот макаром начали штамповать кирпичи. Сразу хочу сказать, что это не очень простая забота, как его штамповать. Приходилось отдыхать. Жара, лето, в бочке отдохнул, и пошел дальше опять лопатой кидать. Аппарат работает от вибрации, уплотняет бетон. Эту смесь нужно поймать по влажности. Жидкая кирпича рассыпается. Если сухой, то не скрепляется. Если жарко, то нужно еще его поливать. Короче, те, кто думает, что кирпич это очень раз-два и сделал, то сильно ошибаются. И так же мы сильно ошиблись, что это не очень так просто. Но мы вышли на рубеж, на ошибках своих научились. Мы вышли на рубеж порядка 100 кирпичей в день. Поставили себе задачу и штамповали. Но по факту 100 кирпичей в день-то сделать-то можно. Но на следующий день потом другие дела, другие заботы и так далее. После того, как кирпич высыхал, мы его перевозили на своем легковом прицепе. Гольф, неубиваемая машина. Тоже тебе респект и уважуха. Ну и, соответственно, складировали их на нашей территории. На будущей площадке, где будет находиться сама игровая площадка. Извиняюсь за тавтологию. Обратите внимание, что мы их выложили такими красивыми столбиками, палетами и так далее. Но это тоже большая была ошибка в плане того, что потом это же нужно перетаскивать все по месту самой стройки до самого домика. Ну и начали разбивать всю территорию. Сама площадка у нас примерно 50 на 60 метров. И ее решили мы всю задействовать под данную игровую площадку. Blackhold Down. Разбили все рулеткой, шагами и без каких-либо лазерных уровней. Разбили данную игровую площадку, сделали отметки, выставили колышки. И думаю, нужно приступить к фундаменту. Фундамент делали очень простой. Это ленточный фундамент, неглубокий, буквально 10 сантиметров, с минимальным армированием. Так как здание никакой не несет нагрузки, только стены. То есть это посчитали там по книжкам, что это достаточно нормально. Ну и, извиняюсь, пошли на экскурсию на кладбище и посмотрели, как там делают могилки. И там, да, ленточный фундамент не очень глубокий. И могилки стоят достаточно долго. И на основании этого и начали строить. Строить, 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 строить. Каждый день, как видите, все жарко, все выгорело. Ну ничего, каждый день немножко построить. Лучше каждый день что-то одно сделать, чем неделю ничего не делать, потом постараться что-то за один день. И каждый день мы вот шли к своей цели, строили данную игровую площадку. Не все так просто. Много каменных подводных камней, на которые нужно обращать внимание. Ну, мы не строим ее жилье, мы строим просто игровую площадку. Так что, если какая-то ошибка была совершена, на нее можно было закрыть глаза, потому что она не представляла какой-либо опасности или угрозы. Вот, залили фундамент и начали возводить первые кирпичи, первые стены. Начали с углов и так далее. Решили первый домик поставить, посмотреть, как он будет себя вести, сколько времени мы на него затратим, сколько кирпичей и так далее. Но, в принципе, мы до этого подсчет уже сделали, что один квадратный метр из такого сплиттерного блока, это примерно 10-12 кирпичей. Вот, и из-за объема посчитанного мы, в принципе, понимали, сколько нам кирпичей нужно. По факту, это нам обошлось где-то примерно в 5 тысяч кирпичей вся игровая площадка. Но еще впоследствии в этом году мы будем доделывать. Вот. Не все так просто. Много углов, много поворотов. Это, конечно, большая ошибка в плане того, что... Да, в игровом времени это будет очень интересно. Там углы, перекрытия, есть место, где спрятаться, стрельба из-за угла, заход здания с поворотом и так далее. Да, это интересно. Но для строительства это капец геморрой. Потому что каждый угол нужно выводить, потом половинку кирпича. Соответственно, кирпич ломать. Мы, как я вам до этого говорил, нужно было поймать смесь по кирпичу, чтобы он был плотный, хороший. Некоторые смеси мы не ловили, кирпич какой рассыпался. Старались перемешивать плотный кирпич с неплотным кирпичем. Ну, стены уже стоят, данные фото видя, наверное, трехлетней давности, двухлетней давности. Вот две зимы уже стоят, так что и все нормально. Вот такие вот дела. Строительство не так все просто. Каждый раз потихоньку начинали возводить домики, смотреть, как это будет в себя получаться, как это будет все выглядеть. И площадка начинала вырисовываться. Первый домик мы поставили в 9 кирпичей в высоту. Потом приняли решение, что не будем ставить сейчас все дома в 9 кирпичей в высоту. Будем ставить всего лишь в 5 кирпичей. Или в 4, или в 5 кирпичей. Я уже даже сам забыл. Это обусловывалось всего тем, что всю игровую площадку можно было быстро выстроить в 5 кирпичей. И уже на ней проводить какие-то игры. Что в принципе мы и делали на ютюбе уже много видео, где мы проводим какие-то игры. И строкбалисты играли, и пенбалисты играли, и гидробол тоже катал на этой игровой площадке. Вот. В принципе, самое сложное заключалось именно в том, что это достаточно трудозатратный вид сооружения. То есть работы, трудозатрат, человека, числые очень сильно затрачиваются. Вроде бы ничего сложного нет, но это все убивает время. На все это нужно время. Соответственно, и маленькие такой для всех объявления, кто думает, что что там стоит построить. Это мы не дом строим. Представьте, на этой игровой площадке мы построили порядка 12 домов. То есть вот по объему. То есть если один дом построить на своем участке, это без проблем, а тут 12 домиков нужно было построить. Вот немножко он свит сверху. Справа это Дисней, игровая площадка. И слева от нее вот Black Hawk Dump, Один Чириас. Вот так оно выглядит. То есть вот такой лабиринт, как бы круговой лабиринт. Потом в дальнейшем мы выстроили в углах скопление укрытий, то есть состоящее из трех домиков. И центровые домики, стартовые домики тоже сделали. Продолжаем строительство. И данная игровая площадка мы построили в четыре руки. То есть два человечка мы всего лишь строили. Соответственно, по факту выходило бы и так, что мы строили в одного. Потому что у кого-то, ну, всех семей, всех делах что-то нужно было делать. И чтобы не простаивала стройка, иногда и клали кирпич в одного. Так что данную пинбольную игровую площадку построили всего лишь два человека. И это, соответственно, физически трудозатратно. И человека часы тоже улетали очень сильно. Помимо всего этого, у нас есть другие задачи. Тот же скосить траву, те же посадить деревья, те же полив деревьев, те же проведения игр, мероприятий. То есть, ну, помимо самой игровой площадки, есть много кучи задач, которые нужно было решать. К этому времени мы весь щебень уже освоили и... И вот, весь щебень освоили и начали просто уничтожать кирпичи, построить из них сами укрытия. Вот получилось данные кирпичи, в шесть кирпичей, вся игровая площадка. Вот такой вот лабиринт. Из-за того, что кирпичи мы делали сами, они такие немножко крошились, и из-за этого очень много мусора на игровой площадке. Ну, в принципе, потом этот мусор мы использовали по назначению. Мы его весь собрали и отсыпали на дорогу, что тоже был небольшой плюс. Так, здесь уже, это уже следующий год, в предыдущем видеопроходом по лабиринту, это было годичной давности, а это прошлый год. И вот, здесь мы уже начали возводить, как бы, второй ярус, то есть шесть кирпичей, это первый ярус был, вот второй кирпичей начали доводить до девятого яруса. Помимо того, что подняли стены вверх, нужно было еще закрывать дверные проемы, оконные проемы, на это тоже трудозатратно. Потому что каждый кирпич подгонять, подпиливать и так далее, не все так просто. Это я нахожусь в центре игровой площадки и вот по кругу произвожу съемку. Каждое новое видео, это добавление какого-то уровня на каком-то домике. Лето засушливое, вся трава сгорела, колючек очень много, но... Короче, веселухо. Маленький лайфхак для строителей, который будет строить летом себя в одного, ну, я вам реально, ребят, советую. Встаете рано в пять утра, примерно до одиннадцати работаете, а потом занимаетесь другими делами. Потому что в жару и быстро застывает раствор, невозможно работать и жарко. Да, было докуплено еще две машины кирпичей. Не так уж много, короче, мы там полетки полутора тысячи докупили. Для строительства именно вот угловых домиков, которые угловый комплекс, он состоит из трех укрытий, буквой П и буквой Г. Ну, достаточно играбельная территория получается. Стартовые базы. Докупаю вот эта вторая машина, которую еще закупили. Уже когда вторую машину докупали, кирпичи ставили именно на тех местах, где стоит фундамент. Благодаря этому кирпич не приходилось таскать с одного края поля до другого. То есть это большая была наша ошибка, что мы кирпичи свозили в одну сторону. Вот это угловое укрытие. Буква П слева, буква П справа. И посередине укрытие буквы Г. Вот она. Такие укрытия у нас по всем четырем углам. То есть изначально при строительстве любой пинбольной площадки мы придерживаемся того формата, что игровая площадка должна быть равнозначна для всех игровых сторон. Чтобы не получилось у них преимущество в укрытиях или преимущество в высоте или еще что-то. Потому что это очень трудно проводить игру. Если обратить внимание на деревья тополя, вот справа, которые находятся, они уже выросли по 2 метра, ну порядка 3-4 метра. А когда начинали строительство, эти тополя были всего лишь человеческий рост. То есть тут на эту игровую площадку 2 сезона мы потратили. Сейчас будет 3-й сезон. То есть это такая шлифовка немножко эко. И если все получится удачно, как мы хотим, то скорее всего будем делать камышовые крыши на домике, что добавит немножко антуражности. Так, и тут мы решили, что у нас не хватает объема укрытий у домиков, и начали делать вот такие вот углы на домах, что добавило такого немножко стиля замка, благодаря чему игровая площадка стала не плоская, а такая объемная. Вот когда все эти укрытия сверху, настройки мы и сделали, то мы пришли к мнению, что если еще добавить камыши, камышовый наезд на каждый домик, то будет гораздо интереснее. Ну и вот еще одна, кстати, это третья машина, так что не все так просто было. Третья машина докупали вот именно для строительства вот этих маленьких домиков сверху. Перекрытия, которые использовали на дверных, на проемах, на оконных перекрытиях, это нам, если честно, повезло, в степи нашли какую-то заброшенную кошару или что, и там вот такие вот столбы стояли. Столбы эти повыдергивали из земли, и вот их использовали как перекрытие на дверные проемы. Видео больше для вас ознакомительное, для всех любителей, которые думают, что там стоит, куплю оборудование пинбольное и буду катать игры. Но по факту купить пинбольное оборудование – это вот задача буквально недели. А создать игровую площадку на нее придется, извините, потратить очень много сил и времени. Так что при выборе пинбольного клуба всегда обращайте на то, что нужно именно выбирать пинбольную игровую площадку, а не пинбольное оборудование. Ну и не забываем, все такие вот мелочи – это как подстричь газон. Вроде бы трава сухая, мы ее косим не просто так, потому что она заколосилась, и когда газоном ее сбиваешь, газон-косилкой сбиваешь, через какое-то время начинает прорастать новая трава, то есть более густая. То есть этот способ мы уже давно используем, вот этого именно подкоса, именно когда заколосится. Благодаря этому он на игровой площадке становится достаточно серьезный газончик. Вот на такой вот ноте, я думаю, будем завершать видео. Те, кто досмотрел до данного момента, молодцы, спасибо вам приезжать на игровую площадку, она уже действует. Ну и, соответственно, это такая, можно сказать, еще будет одна часть, более заключительная, где будет показано именно, как мы уже будем завершать накрытие, укрытие. Ну и досталось, остается совсем чуть-чуть, это добавит немножко антуража. Ну и, соответственно, навели порядок на игровой площадке, и все, она работает. Welcome! Вопрос дошел? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok